и все пред ребят мастер-байк из записываю новый ролик сегодняшний видеоролик посвящен продолжение нашего замечательного танка фонда также обсуждению новых устройств приобретению нового танка фонда новым промежуточным рекордиком ведь сегодня у нас только начало 4 дня нашего танка фонда он уже взлетает на нереальнейшее значение поэтому если вы также рады танка фонду и верите в него несмотря ни на что и не являетесь тем самым злым хейтером который сидит и ждет то обязательно поддержки данный видос лайком под не забывайте подписываться на канал ну и конечно же не давайте участвовать его розыгрыша до 3 миллиона кристаллов на 20 штангой нам для этого настройка рыбой аккаунтики в своем личный тактик темпе дальше оформлять покупку в магазине ну и заполняйте форму которая есть в описании что же нашего что же касаемо нашего танка фонда то сегодня у нас четвертый день 10 утра все по стандарту все по канончиком у нас и сегодня наш танка фонд уже в рамках видеоролика пробивает практически 6 миллионов быть может когда я выложил этот видос 6 лямов уже есть но грубо говоря шестерочка уже в карманчике имеется и это очень и очень хорошая скорость учитывая тот факт то что у нас еще остается 20 грубо говоря пять дней уже 6 лямов это ну реально очень и очень не хар неплохой потенциал для роста танка фонда ну если вы вдруг еще сидите и ждете то обязательно вы должны прямо сейчас сделать вот такое вот движение которое я сделаю также вместе с вами мы открываем следующий свой аккаунт я уже на него зашел ну и приобретаю на него все тот же самый заветный замечательный танка фонди чек и делаю еще один очередной вклад в него ну и что касаемо цифр до казалось бы что 6 миллионов это не так много до с одной стороны с другой стороны учитывая тот факт что сегодня у нас только четвертый день а уже 6 лямов то в целом это выглядит очень и очень неплохо учитывая тот факт как поднимались предыдущие киберспортивные танка фонды то сейчас наша задача как можно быстрее перескочить на какой-нибудь 9 10 уровень пройти вот эти вот замечательные награды в виде припасов и дальше нас уже ожидают просто в леталого и взлеталого на супер крутые качественные и контентовые призы в рамках этого замечательного танка фонда ну и также у нас выложили всю информацию связанную с новыми устройствами которые есть в нашем замечательном танка фонде для меня самое интересное было посмотреть информацию по смоке и по жиге но и также пройдемся вот по этим устройством по вулкану по магнуму и по подавлению так как директор работает всегда четко быстро и качественно у нас есть возможность эту информацию прямо сейчас вместе с вами рассмотреть я уже открыл открывал устройство на смоку и читал что-то и стандартный о вернее стандартный говорю все абсолютно параметры у этой смоки такие же самые как у грамма на дальность единственная только разница может быть в перезарядке снаряда да то есть перезарядка снаряда может быть у смоки будет быстрее сплэш урон отсутствует твой критический урон отсутствует сплэша у смоки нету урон минус 50 скорость снаряда плюс 100 процент слабого поражения равен 300 процентам ну и дальность полного поражения минус 50 процентов то есть я посмотрел по параметрам все ровно то же самое что у грамма на дальность вот исходя из того что здесь написано только получается у грамма на дальность еще есть сплэш урон у смоки сплэша нету но зато у смоки скорее всего быстрее перезарядка выстрела да то есть больше более быстро перезарядкой это устройство очевидно будет смотреться только и только лучше да только жестче дальше что касаемо устройство нового на жильгу пока что еще эти устройства не выдали на обзор как только их выдадут на обзор то я также моментально постараюсь быстро записать обзорчик с этими устройствами вы можете тоже написать какое устройство в приоритете вы бы хотели увидеть в первую очередь, да, ну и, в принципе, написать, какие устройства вам были бы интересно, да, рассмотреть больше. Критическая смесь на Жигу увеличивает критический урон на 50% и шанс крита на 400%. То есть, это критическая убийца просто какая-то лютая, при этом она не имеет никаких недостатков и имеет стандартный урон. То есть, по сути, если вы играете не против броненосца, то за счет вот этих вот дополнительных критов эта Жига может показывать очень и очень жесткие результаты в рамках нашего матчмейкинга. Что касаемо других устройств, то давайте посмотрим. Ну, в принципе, наверное, там не будет ничего такого прям сверхъестественного в параметрах уже этих устройств, так как это заморозка и подавление, но в любом случае давайте посмотрим. Подавляющая фокусировка, критический урон и прицельный выстрел накладывают статус эффект, подавление на вражеский танк, критический урон равен 5 секундам, прицельный урон 9 секундам, подавление. То есть, с крита 5 секунд, то есть, если ты стычки даешь, и при этом прицельный выстрел дает, любой прицельный выстрел, хоть ты просто только-только свелся и сразу дал, дает 9 секунд подавления танку противника. Но при этом критический урон минус 50 процентов. То есть, крит не такой прям жесткий. Ну ладно. Дальше у нас идет устройство на магнум с заморозкой. Магнум заморозка. Замораживающий сердечник. Критический урон, накладывает статус эффект, заморозка на вражеские танки в радиусе 10 метров. Время действия 10 секунд. Критический урон, также минус 50 процентов. Ну такое, знаете, вот эти вот все устройства с заморозкой, они все такие бесячие, противные, при этом в моменте они не наносят супер большого количества урона, но деморализуют противника очень жестко, если честно. Да, то есть, можно прям очень жестко задезморалить. Ну и вулкан с заморозкой, я думаю, что плюс-минус тоже с такими же самыми параметрами. Критический урон, накладывает статус эффект, заморозка на вражеский танк, время действия 10 секунд, критический урон, минус 50 процентов. Да, все с точностью одинаково работает, так же, как и на шафт с подавой. Да, я имею ввиду именно критический урон, минус 50 процентов, и что касаемо устройства на магну. В целом, наверное, неплохо. Верим, ребятки, в танкофонник, покупаем танкофонник, если вы еще этого не сделали. Очень большое количество комментариев появляется позитивных, связанных с обзорами этого танкофонда. Честно, очень приятно, да, очень приятно, что вы поддерживаете. В моменте даже немножечко непривычно видеть такие большие цифры. Ну, и есть ребята, которые пишут, мол, я там на каком-то контрактике, там, мол, мне за пиар танкофонда сверху доплачивают, там, мне еще там что-то насыпают за этот пиаринг. Блин, с радостью был бы, если бы мне реально что-то жесткое насыпали. Может быть, меня кто-то услышит и реально начнут насыпать за такой пиаринг танкофонда. Но так это все делается чисто исходя из, ну, моих личных побуждений, можно так сказать, и моего личного желания, чтобы лучший танкофонд за последнее время набрал максимальное значение и чтобы мы вместе с вами сумели забрать все самые крутые и качественные награды. В сегодняшний видеоролик я опущу одну очень интересную тему, но могу вам спойлернуть, что уже завтра я ее раскрою. Есть очень интересная тема вокруг танкофонда и та тема, за счет которой еще больше те ребяточки, которые негативно относятся к танкофонда, должны быть замотивированы его приобрести, поэтому если вы еще не купили этот танкофондик, обязательно приобретайте его, ну и уже завтра, быть может, мы увидим полет на семерочку какую в рамках этого танкофондика и это будет очень и очень хороший результат. Поэтому покупайте танкофонда, если вы еще этого не сделали, поддержьте видос лайком, если вы еще этого тоже не сделали, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, присоединяйтесь в дискорд наш и не забывайте участвовать в розыгрыше буквально уже через две с половиной недельки у нас итоги масштабного розыгрыша по тегу, поэтому если вы еще не участвуете, у вас есть возможность в нем поучаствовать и получить дополнительно бонусные награды себе на аккаунт. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Пока!